Офтальмология 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 так как мы владеем всеми существующими на сегодняшний день методиками коррекции зрения в мире. Насколько я понимаю, вы делаете ставку именно на качественную точную диагностику, которая позволяет подготовить пациента к предстоящей операции, а также подобрать тот самый нужный прибор, который будет корректировать его зрение. Какие еще приборы доступны нам, чтобы правильно сделать выбор в лечении? Абсолютно верно, потому что каждый из наших пациентов бывал в кабинете окулиста и знает, что врача в поликлинике есть в арсенале не более 10 минут, чтобы провести осмотр. Ну, такие реалии нашей сегодняшней жизни. Поэтому в клинике XMR у пациента уходит около полутора часов на полную диагностику для того, чтобы мы провели объективные методы исследования органа зрения с помощью уникальных приборов. И эти данные могли бы помочь врачу поставить наиболее точный диагноз. И в арсенале нашей клиники на сегодняшний день есть приборы, которые очень помогают врачу для того, чтобы построить прогноз лечения, построить прогноз операции. И самое главное, выбрать для пациента тот оптимальный метод коррекции зрения, которые подходят ему, потому что мы все-таки ориентируемся на индивидуальный подход к нашему пациенту. Ну, приборов очень много, и я могу рассказать о них каждому отдельно. Да, конечно. Расскажите поподробнее о своих инновационных приборах. Ну, я, наверное, начну с самого главного. Потому что помимо стандартных методик исследования, когда пациент приходит к врачу на прием, мы должны проверить остроту зрения, померить внутриглазное давление. Есть еще ряд диагностических методик, которые представляют особый интерес. Так, в нашей клинике используется для диагностики роговичный топограф, называемый пентакамом. С помощью этого прибора мы можем отследить строение передней поверхности роговицы, задней поверхности роговицы, какие-то скрытые хронические процессы роговицы каждого пациента. И самое главное, понять, грозят ли этому человеку осложнения какие-то. Можно ли строить прогнозы в коррекции зрения. Будем ли мы применять ту или иную методику. После этого прибора мы готовы провести самые точные измерения строения глаза. С помощью прибора Ленстар, который бесконтактный, это тоже очень важно на современном этапе, чтобы все диагностические обследования были безболезненными, бесконтактными и быстровыполнимые. Вот к таким приборам относится Ленстар. Мы можем провести измерение всех математических параметров органа зрения или глазного яблока. Мы можем померить толщину сетчатки, мы можем померить передний-задний размер глаза, толщину хрусталика, роговицы. И с помощью этого прибора провести точные расчеты интракулярной линзы или сказать, прогрессирует ли близорукость или не прогрессирует ли близорукость. Также у нас существует томограф, который следует сетчатку на гистологическом уровне. Это тоже очень важный в современной медицине прибор, который не каждая клиника имеет в своем арсенале. И с помощью обследования пациента, опять же, бесконтакт, мы можем диагностировать тяжелейшее заболевание сетчатки, а ранняя диагностика этих заболеваний позволит нам сохранить остроту зрения на долгие годы. На сегодняшний день помимо диагностических приборов очень важно рассказать о качестве нашей хирургии. Помимо опыта хирургов есть еще и хирургические приборы, которые, наверное, нам помогают в работе. Это и уникальный микроскоп, потому что я за 20-летний стаж работы работала на разных увеличительных приборах. А тот микроскоп, который пришел нам после нашей реконструкции, дал такие возможности, такой уровень контроля за хирургией, что во время операции специалист получает удовольствие от работы за ним. Ну и, конечно же, система лазерной коррекции зрения, которая состоит из фемтолазера, эксимерного лазера и абирометра. Это комплекс целый, который дополняет друг друга и позволяет выполнять коррекцию зрения на самом высоком уровне. Инна Сергеевна, знаете, когда слышишь о новых методиках или каких-то приборах, всегда возникает вопрос об опыте работы с ними. Вот как раз-таки вы являетесь такими флагманами офтальмологии в Ростове. К вам приезжают врачи на стажировку со всей России, чтобы поработать на этих приборах, на том оборудовании, перенять опыт, который, в общем-то, имеете только вы в Ростове. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Но очень важно в любой профессии не зацикливаться на нашем врачебном ремесле, а продолжать свое образование постоянно. Поэтому мы участники всех конгрессов. У нас каждый год составляется расписание о стажировках, о посещении конференции или симпозиумах по офтальмологии. Поэтому к опыту клиническому, который имеет каждый сотрудник клиники «Эксимер», еще и накапливаются те знания, которые мы готовы передать нашим коллегам. И наши специалисты с удовольствием делятся этим, демонстрируя еще и свои педагогические таланты. Поэтому на базе клиники «Эксимер» неоднократно проводились уже круглые столы, где мы могли рассказать и поделиться своим опытом и знаниями в новых технологиях хирургических или каких-то современных терапевтических методах лечения. Это очень важно, постоянный образовательный процесс. Ну, помимо педагогического опыта, который у вас есть, у вас есть опыт достаточно большой в наблюдении за проблемами, которыми сталкиваются ростовчане. Вот расскажите о тех заболеваниях, которые являются, по сути, табичем нашего времени. На что стоит обращать внимание? От чего нужно беречь наше зрение? То есть с чем, с каким проблемами приходят к вам в клинику? Клиника «Эксимер» является клиникой семейной офтальмологии. И действительно, к нам приходят пациенты разных возрастов. Поэтому, если мы говорим о детях, с какими заболеваниями их приводят к нам родители, то на первом месте это близорукость, бич современной индустрии, так скажем, индустрии новых технологий. Дети наши увлекаются гаджетами. Наши дети активно занимаются в школе. И одна из теорий происхождения близорукости – это приспособляемость человека к зрению вблизи. Поэтому очень опасно прогрессирование близорукости или миопия высокой степени. Вот с этой патологией очень часто обращаются к нам родители со своими детьми. И мы вынуждены предпринимать все современные или существующие на современном этапе методики, чтобы остановить прогрессирование близорукости. Потому что, помимо зависимости от очков, к сожалению, миопия грозит и рядом осложнений, связанных с патологией глазного дна. Для этого используются игровые методики диагностики, бесконтактные, как я уже говорила, и аппараты для терапевтического лечения. Во взрослом отделении чаще всего пациенты обращаются к нам с какими-то серьезными заболеваниями, связанными с хроническими процессами. Это или возрастная макулодистрофия, которая по данным Всемирной организации здравоохранения является одной из причин слепоты. Продолжительность жизни населения планеты увеличивается, экология ухудшается, и питание становится не очень натуральным, поэтому развиваются часто атеросклеротические процессы, которые вызывают поражение центральной зоны сенчатки и неуклонное снижение зрения. Поэтому, конечно же, раннее выявление вот этих проблем тоже нам позволяет сохранить пациентам хорошее зрение. Очень часто, несмотря на распространенность представленных методик в Ростове-на-Дону, к нам пациенты обращаются с катарактой. Катаракту лечат везде в Ростове-на-Дону. Все уже знают, что никакие капли, никакие-то таблетки в рекламных статьях не помогают от помутнения хрусталика. Катаракту нужно оперировать для того, чтобы вернуть или реабилитировать к себя к активной зрительной жизни. И вот в нашей клинике катаракты относятся тоже с позиции, наверное, рефракционной хирургии, потому что, оперируя катаракту, мы должны с пациентом выбрать тот хрусталик, который ему позволит и откорректировать его и близорукость, или дальнозоркость, или астигматизм. То есть эти хрусталики не во всех клиниках в Ростове-на-Дону используют, потому что это специальный заказ, это индивидуальный подбор, это уже нестандартный подход. И говоря о нашей клинике, то персонализированный, индивидуальный подход к каждому пациенту является основным правилом нашей работы. Я знаю, что вы даже имеете возможность заказывать по специальным параметрам для каждого пациента эксклюзивные хрусталики. Да, мы работаем уже более трех лет с немецкими оптиками, которые специально могут изготовить для нашего пациента тот хрусталик, который будет и мультифокальным, и торическим. То есть после операции пациент не будет зависеть от очков вообще, он будет видеть и даль, и вблизи читать без очков, потому что катаракта – это возрастное заболевание. И уже с возрастом развивается старческая дальнозоркость, пациенты наши читают в плюсовых очках, плюс два, плюс три, плюс четыре. Это не всегда удобно. А с помощью лечения катаракты вот таком, используя такой хрусталик, мы эти проблемы тоже одномоментно решаем. Это очень важно. То есть возможностей для исправления зрения на сегодняшний день очень много. И остается только прийти в вашу клинику «Эксимер», и вы поможете подобрать самое лучшее, самое инновационное. Спасибо вам большое за это, Инна Сергеевна, за ваш опыт, за ваш труд и за то, что вы пришли к нам сегодня в гости. Спасибо вам. Все самое интересное, важное и полезное смотрите на телеканале 161.ру. До встречи в интернете и берегите зрение. Продолжение следует...